Погрузиться в атмосферу предновогодней суеты в предвкушение самого любимого праздника. Около 50 тысяч человек посетили российско-германскую выставку-ярмарку, которая завершила накануне свою работу в Волгограде. По словам посетителей, ярмарка удалась на славу, а немецкие сосиски и глинтвейн, которые могли отведать все желающие, предали ей поистине европейский дух. С подробностями Мария Иванченко. Такого ажиотажа не ожидали даже сами организаторы. За несколько дней российско-германскую ярмарку посетили почти 50 тысяч человек. В том числе и 200 воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров. Помимо собственной выставки, организаторы подготовили для гостей интересную развлекательную программу, а малыши с удовольствием катались на карусели. И самое главное, это ярмарка для наших людей, для детей. Семейный досуг, который люди смогли провести в этот момент, эти три дня. Действительно, на ярмарку приходили целыми семьями. Кто-то закупал рождественские сувениры, кто-то стоял в очереди с зажаренными сосисками. Особым спросом пользовался известный немецкий гороховый суп из сладости, печенье-шоколад, который изготовил лучший пекарь Европы, и Берхард Хольц вместе со студентами Волгоградской сельхозакадемии. На будущем мы хотим организовать поставку с русской кондитерской фабрикой, которая будет делать продукцию половины немецкого шоколада, половины русского. И вот эта продукция будет продаваться в будущем на тот год. По словам волгоградцев, нынешняя ярмарка удалась и оказалась ничуть не хуже европейских. А главное, здесь присутствовало настоящее предновогоднее настроение. Ожидание чуда, волшебства, то без чего не мыслим самый любимый всеми праздник. А так все понравилось. Я вот тоже сейчас фотографирую, чтобы в интернете сделать снимки, и наши германские друзья тоже порадовались. Все, песни, музыка, все. И все нравится. Такие ярмарки обязательно станут традиционными. Пообещали организаторы и добавили, что количество участников тоже значительно увеличится. Если в нынешнем году на главной площади Волгограда разместились 28 пряничных домиков, то в следующем их будет вдвое больше. Как обещают организаторы, уже в следующем году границы ярмарки существенно расширятся. О своем участии в ней уже заявили предприятия Франции и Италии. Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова